друзья привет сегодня смотрим honda сервит четвертого поколения правый руль 2 литра передний привод это хит продаж на территории россии но с правым рулем это просто провальная модель и в этом видео мы разберемся почему часто в комментариях пишут что я нахваливаю все японские машины и это действительно так потому что они все крутые есть гибридные технологии есть универсалы есть хэтчбеки есть разные всякие придуманные фишки турбина гибрид и прочее это реально интересно и каждая машина в наших видео она чем-то интересна но в серве я такого не нашел но у нее есть плюсы и есть самые главные минусы из-за которых я считаю это провальный автомобиль начнем с плюсов а потом подойдем к самым важным минусом первый плюс это какой у нее стоит мотор мотор здесь стоит r20 а на 150 лошадей четырехцилиндровый видите какой он маленький сюда бы конечно 2 и 4 мотор это уже кузов rm 4 это полный привод и мотор 2 и 4 вот сюда 2 и 4 конечно вообще песня но они по растаможки для российского рынка не очень подходящие и мне нравится как серви едет она едет лучше чем всякие форестеры x-trail и гибридный отлендер не берем он из-за гибрида едет очень хорошо xv не гибридная они все проигрывают это сервушки как настроен мотор как он настроен с низов на середине на верхах вообще к нему нет вопросов ни одного это плюс этой машины мотор r20 а 150 лошадей внешность серви четвертого поколения мне очень нравится серьезно передняя часть какая оптика для 2011 года когда они вышли на продажу на внутренний рынок японии это был очень актуальный дизайн вы посмотрите какая высота крыши как сделана задняя часть вот этот хромовый молдинг на собачники стопы вообще очень стильная машина дизайну у меня нету вопросов абсолютно вообще стиль у этой машины бомба что в белом цвете что в сером что в черном хромовые ручки какие-то фендеры вот эти черные которые чуть стали серыми какие диски идут с завода этой машине уделили внимание в дизайнерском отделе серви все-таки можно назвать флагманом у хонды среди кроссоверов багажник очень большой он еще такой чуть-чуть выпуклый сама крышка в общем объем багажника просто дикий у нас здесь есть шторка у нас можно откидывать сидушки вот такими рычажками как филдере здесь у нас пятое колесо большое в общем багажник здесь прям крутой все пластиковое то есть ничего не затрется но я думаю те кто видели эти автомобили вы вообще ничего в нашем обзоре именно про внешность про багажник про мотор вы ничего нового не найдете мы в этом видео сравниваем правый руль и левый руль и почему стоит все таки наверное обратить внимание на левый руль в этом видео мы найдем этот ответ основной плюс honda серви это ее клиренс здесь вы можете без проблем ездить по городу в любых условиях парковаться на бордюр и также выезжать на природу вообще в любые места вопрос только по песку по снегу вы не сможете есть потому что здесь передний привод последний плюс этой машины это шумоизоляция для кроссоверов для японских кроссоверов с правым рулем потому что в японии они немножечко как бы делают машины побюджетнее и на шумке это отражается то есть практически на всем правом руле херовая шумка но серви в своем классе кроссоверов со своими конкурентами там x-trail outlander и subaru forester шумка хорошая это последний плюс этой машины когда вы запускаете эту машину приборка это все уже старая как она отрисована сейчас honda которые уже делаться там даже тринадцатый год начиная там с фитов третьего поколения с 2013 года степ веган из 15 года везель и шаттлы и прочие сейчас автомобили тот же самое курс 13 года приборки идут вообще космически здесь устаревшая приборка но у нас 2012 год мультимедиа просто допотопная вообще пользоваться вот этой штатной мультимедиа не знаю вообще не имеет смысла единственный плюс это камера встроенная в нее с траектории движения все печка все старое селектор старый кнопок никаких кроме отключения антиюза и подогрева дворников нету маленький монитор который дублирует информацию о там радиостанции все старое дизайн всей торпеды старый ручки не хромовые просто крашеный серый пластик единственно есть подлокотники и мне нравится как сделана такая ниша ну назовем ее бардачком она очень глубокая там есть всякие usb выходы есть видео вход в россии это все равно все не актуально подстаканники все и подлокотник мне нравится он здесь чуть широкие где у вас вот прямо лежит локоть все салон вообще не актуален в 2019 году купить этот автомобиль в салоне вы вообще не будете чувствовать что вы есть на современной машине за такие деньги салон вообще не котируется он устарел я напоминаю этот автомобиль четвертого поколения с 2011 по 2018 год вы будете видеть вот такой салон я бы не покупал бы даже 15-16 года эти автомобили потому что там будет ровно то же самое кстати по ходовым качеством серый меня удивило она нормально стоит на трассе и даже когда ты едешь 20-30 километров ну тебя не шкивает по всей трассе у поднадавим мужики нет такси вот едем 20 и она вообще нормально в меру жесткая такая заходит поворот 30 все еще у нее хорошо для такого высокого кроссовера серви не зря хит продаж в россии вообще все хорошо не болтай тут она едет по интереснее форика двухлитрового в общем автомобиль по ходовым качествам мне понравился и не такой уж он и плохой я думал перед съемками что там будет везде провал но на самом деле большой кузов и езда на этой машине очень приятно но даже переднего привода вам хватит чтобы ездить во всякие интересные места нашей очень красивой природы клиренс очень высокий но конечно же по какой-то грязи где вы можете застрять без полного привода явно это не бы не ездил потому что вам придется просить каких-то джиповодов на полном приводе чтобы они вас вытаскивали но проехать вот по такой вот не самой легкой дороге у вас получится клиренса вам хватит за глаза и даже если вы хрупкая девушка не особо понимаете габариты вашей машины высоту ее этот клиренс будет прощать вам все ошибки вы можете запарковаться на бордюр и вы можете приехать на природу на шашлычки привести с собой большую компанию как отрабатывает ходовка на неровной дороге нормально для этого кроссовера очень даже неплохо можно не пенсионерить или как там я даже не знаю как корректным словом для видео сказать люди когда ездят очень медленно даже на прадиках по грунтовке я считаю это неправильно то есть если ты купил кроссовер особенно если какой-то это типа правда то вам нужно намного ездить быстрее серви позволяет это делать шумки хватает ходовая отрабатывает ход подвески большой и поэтому вы можете ехать по гравики смело километров 40 в японии в очень урбанизированной стране конечно же кроссоверы не так популярны как в россии в нашей стране где дорог то в городе нету а за пределами городов кроссоверы вообще незаменимые автомобили провал хонды серви четвертого поколения правый руль передний привод 2 литра еще основан на том то что за ее бюджет можно купить очень много интересных конкурентов и и на правом руле допустим это митсубиши outlander до рестайлинг самый старт 880 тысяч рублей у вас полный привод у вас двухлитровый мотор у вас две гибридные два гибридных мотора который один крутит задние колеса а другой подталкивает передние и у вас еще и в этом outlander реализована зарядка от сети вы можете кататься просто на электро тяги примерно 40-50 километров это все можно купить за 900 тысяч рублей а за миллион сто можно купить вот такой outlander x-trail 32 на гибриде миллион двести пятьдесят стоит очень интересная машина что внешне что по салону если это будет не гибрид старт цен от миллиона пятидесяти за x-trail очень интересная машина что самое главное полный привод subaru forester кузов с g5 самый старт от миллиона пятидесяти за миллион сто пятьдесят можно купить turbo версию 280 лошадей и везде полный привод машина актуальна что внутри она мне нравится очень современная что внешне как у меня сделана оптика какой у нее кузов и все эти автомобили они размера как и серви то есть это большие кроссоверы также вы можете приобрести в районе 950 и даже чуть чуть дешевле subaru xv полный привод 2 литра а полный привод еще реализован через карданы есть гибридная установка это все за 950 тысяч рублей вы можете купить за 850 не гибридную xv интересно очень но если вам не требуется полный привод но вам нужен все-таки кроссовер вы можете купить себе mitsubishi outlander на переднем приводе на моторе 18 это все будет стоить это 780 800 тысяч рублей зачем покупать серви точно такую же на переднем приводе почти с таким же мотором но заплатить плюс 300 тысяч я не понимаю зачем привозить этот автомобиль а их и не везут они не популярны ну и наверное вышка нерамных кроссоверах из японии это toyota harrier есть двухлитровая версия передний привод она начинает с миллион четыреста также есть двушка полный привод toyota реализовала даже на таком же моторе и полный привод для любителей кататься по песку либо по снегу и цены миллион четыреста пятьдесят миллион пятьсот также харьеры есть гибридные на 2 и пятом 2 а.р. и это все добро стоит от миллиона восьмиста хорошие харьеры гибридные на обвесе с бесконтактной зарядкой для телефона с панорамной крышей с обвесом моделиста будет стоить два два сто два двести в общем в японии есть что выбрать и honda серви к сожалению всем этим автомобилям проигрывает отчасти из-за того то что нету полного привода звоните нам сообщите свой бюджет и что вы хотите от этого автомобиля мы вам поможем с выбором покажем вам видео покажем автомобили расскажем что мы привозили расскажем все наши кейс и поможем вам определиться с выбором хорошего надежного кроссовера из японии с правым рулем друзья поставьте лайк подпишитесь на канал у нас еще будет много подобных автомобилей и вообще всего ассортимент японии пока